здравствуйте мои дорогие снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так сегодня у нас мариныны руки как мы помним марина не любит цветочков поэтому будут сегодня не цветы для марины и поэтому сегодня для марины у нас будет совершенно простой очень быстрый дизайн ногтей с этим дизайном справятся все девочки если вы даже никогда не держали в руках кисточку вы справитесь с этим дизайном итак начинаем с подготовки ногтей кстати у нас относились шикарно на 6 лет и проходили они чуть чуть больше трех недель для такой длины этого достаточно вдоль шаги с этими ногтями нельзя потому что они очень длинные они очень сильно напрягают ногтевую пластину как вы видите натуральная ногтевая пластина здесь вообще не блещет не длиной не формой ничем собственно говоря она не блещет поэтому такой длинный ноготок конечно же ногтевую пластину нашу утяжеляет но тем не менее ногти относились хорошо у нас единственно на второй ручке сломался указательный пальчик собственно говоря из-за этого мы решили уже сделать коррекцию если бы он не сломался марина бы с этими ногтями еще неделю бы ходила поэтому давайте скажем спасибо пальчику на второй руке за то что он поломался и марина все-таки решилась прийти на коррекцию но спасибо мы скажем завтра потому что на второй руке мы будем делать тоже дизайн на дизайн будет немножечко другой еще проще чем на этой руке поэтому если у вас сложности с дизайном то завтрашний ролик вообще вам очень сильно понравится не забудьте подписаться на канал не забудьте лайк поставить этому ролику буду вам конечно же благодарна за все ваши эмоции комментарии внизу в общем пообщаемся как обычно мы же тем временем подготавливаем наши ноготки коррекции что нам необходимо сделать нам необходимо убрать предыдущий материал кстати кто давно на моем канале помнит что у марины очень сильно нарастает 3g прям очень сильно лопушится лопухами марина такие в эту коррекцию все-таки с 3gm со своим в домашних условиях боролась мы с ней договорились что это она будет делать и вроде бы как делала и вроде бы у нее что-то даже получилось вроде бы она пообещала мне делать также и в дальнейшем в любом случае руки марины выглядят намного лучше намного аккуратнее просто потому что она дома сама по распаренной коже подчищала свой птеригий чтобы он у нее не волосился переходим непосредственно к моделированию у нас уже подготовлена ногтевая пластина моделировать мы сегодня будем замесом рецепт этого замеса есть на канале и у меня возникла идея смотрите в этом замесе у нас участвуют мелкий гель и белый акрилатик что у нас получается мелкий гель у нас средней вязкости акрилатик у нас это но акрилатик да у него совсем другая консистенция и когда мы смешиваем эти два материала вместе посмотрите какая офигенная консистенция у материала итогового у нас получается он и не течет и никуда не утекает и замечательно себя ведет и отлично просушивается и короче одни плюсы я себе намешала уже 500 вариантов этого цвета и идея моя в следующем очень жду в комментариях ваши ответы нужно или нет я прекрасно понимаю что не у всех мастеров есть или мелкий гель или акрилатик или какие-то блесточки или еще чего-то не хватает чтобы создать такой материал я могу для вас смешать основу для будущих цветных замесов то есть я могу смешать нужные пропорции мелкий геля акрилатика блесток пигмента все это замешать она будет беленькая и можно будет это приобрести у нас в магазине и потом когда вы это получите можно добавить капелюшечку любого цвета гель-лака и получить любую пастель которая вам нужна то есть это будет именно материал для замеса для дальнейшего вашего творчества но в принципе этим белым материалом и самим по себе можно будет с удовольствием работать так вот у меня вопрос нужен ли вам такой материал у нас в магазине или вы справитесь с этим замешиванием самостоятельно потому что в принципе здесь ничего сложного рецепт я вам рассказала как это смешать но уберете по в ручками и смешиваете ничего сложного совершенно нет но материал классный мне очень нравится я прям очень хочу чтобы у каждого мастера в арсенале такой материал был он реально очень шикарен в работе а так классно он пилится девочки он пилится как масло он настолько мягкий выпили получается короче я влюбилась вы меня услышали жду ваших комментариев если будет много желающих мы смешаем небольшую партию сделаем маленькие баночки этого материала вы сможете взять попробовать мы же тем временем выпилили из всего нашей из всей нашей красоты материала выпилили красивые ногти не будем говорить сегодня слова безобразие у нас сегодня все красивенько из красивенького материалов мы выпилили красивенькие ногти разлохматили в хлам все свои перчатки вот ну не выглядят лучше перчатки в кадре чем руки без перчаток ладно это уже частности в общем непосредственно переходим к дизайну ногтей и так рисуем заготовки для геометрического рисунка эти заготовки могли быть ровными линиями я решила сделать изогнутыми линиями то есть я буду сочетать сочетание изогнутых линий и грубых геометрических фигур причем обращаю ваше внимание никаких тонких линий здесь на вам не нужно линии должны быть толстенькие линии должны быть плотненькие почему потому что на эти линии мы будем делать литье пигментами и чем толще будут наши линии чем выше будет объем краски в наших линиях тем интереснее будет выглядеть литье именно поэтому я и говорю что вот такой дизайн подойдет для новичков потому что здесь вообще ничего выдумывать не нужно причем работаем совершенно без ускорения можно посчитать сколько времени я вместо того чтобы рисовать дышу и так начинаем ровными линиями разбивать на треугольники заготовку для нашего дизайна то есть у нас получается волнистая линия деленная на треугольники и в дальнейшем эти треугольники будем разукрашивать опять же очень интересным способом посмотрите внимательно и так нарисовали все сделали все красивенько затираем это все безобразие к всю красотищу затираем пигментами и переходим к разукрашиванию мы берем черную белую красочку смешиваем из нее оттенок серого цвета смешиваем оттенок серого цвета средней серости насыщенности то есть у нас получается такой себе средний серый который мы начинаем закрашивать наши треугольнички треугольнички мы закрашиваем такими опять же не тонкими линиями для того чтобы треугольник закрасить где-то на половинку и потом оставшуюся вторую часть заполняем серым цветом потемнее то есть у нас получается что нижний ряд треугольников у нас наполнен серыми оттенками в темную сторону соответственно второй ряд треугольников мы смешиваем серый цвет посветлее и наполняем вторую часть треугольника соответственно серединку второй части треугольника будем наполнять цветом еще светлее то есть белым ну практически белым чуть-чуть слегка сероватеньким и благодаря тому что у нас треугольники заплетены между собой плюс еще вот это вот градация серых оттенков кстати розовый цвет которым мы моделировали сами ноготки и вот этот вот серый сами по себе очень хорошо сочетаются у нас получается очень вкусное сочетание но все знают все мастера знают что серый с розовым дает очень отличное сочетание поэтому вот на этом и играем серый с розовым сочетаем между собой вот эти вот широкие запчасти которые у нас остались за пределами нашего треугольника заполняем еще более темным серым оттенком опять же блестки на литье у нас при этом нет пигмент на литье у нас при этом выглядит вообще просто замечательно главное его ничем не закрасить кстати обратите на это внимание и потом мы все это дело украсили еще стразиками но как-то так получилось что стразики в этот раз я лепила где-то за периметром камеры поэтому ничего в кадр не попало поэтому стразики вы и без меня прилепите вы уже все это прекрасно знаете кстати обратите внимание как розовый оттенок замечательнейшим образом блестит под нашим дизайном и так вот такие ноготочки у нас получились строгие и стильные интересные быстрые простые каждый мастер с ними справиться надеюсь вам понравилось встретимся в новых уроках пока